Сегодняшняя лекция посвящена базовым иммунологическим вопросам имплантации в стоматологии. Обращу ваше внимание, что часть нашего времени будет посвящена вероятности развития у пациента аллергической реакции на металлы, которые используются в стоматологии. Начнем с определения базового термина. Который нам говорит о том, что имплантация – это метод вживления на место утраченного зуба искусственного корня. Конструкция этого зубного протеза состоит из двух частей. Самого имплантата – это винт титановый, но бывают и другие компоненты в современной стоматологии. Винт внедряется в челюсть хирургическим путем плюс абатмент. Верхняя часть протеза, присоединяемого к имплантанту после периода приживления. Важно отметить, несмотря на значимость хирургического вмешательства, этого момента, когда устанавливается имплантант, затем происходят не менее значимые процессы. После установки имплантанта наступает очень важный, растяженный во времени период. Происходит процесс анатомической и функциональной стыковки между изменяемой живой костью и поверхностью имплантанта. Данный период носит название остеоинтеграция при благоприятном течении процесса. Остеоинтеграция – это непосредственное прикрепление костной ткани к поверхности имплантанта без внедрения прослойки соединительной ткани. Мы видим, что определение дано достаточно давно. Есть разные вариации определения остеоинтеграции, но суть к тому, что между костной тканью и поверхностью имплантанта нет прослойки соединительной ткани. Биологический аспект остеоинтеграции описывает теория ретракции кровяного сгустка, давно уже описанная, ссылки на которую вы можете найти в открытом доступе. Важно отметить, что остеоинтеграция – это наиболее желаемый путь взаимодействия между имплантантом и тканями его окружающими. При этом возможны и другие варианты. Например, фиброостеоинтеграция. Данный термин подразумевает наличие соединительной тканной прослойки между собственной костью и имплантантом, но соединительная тканная прослойка состоит из коллагеновых волокон и грубо волокнистой соединительной ткани. Третий вариант способа организации ткани на граните имплантант-кость – это соединительная тканная интеграция. По красному цвету, которым выделен термин, вы уже понимаете, это не есть хорошо. И возникают случаи, когда поверхность имплантанта окружена в волокнистой соединительной тканью. В литературе первые два варианта описываются как нормальная реакция кости на внедрение имплантанта, а последняя рассматривается как его отторжение. При этом выделяют три базовых фазы остеоинтеграции – это остеокондукция, остеоиндукция и ремоделирование. Процессы описаны в большом количестве научных публикаций. Некоторые из них, ссылки вы видите на слайде, плюс кроме русскоязычных источников, очень много англоязычных источников. Хочу обратить ваше внимание на данную схему, картинку, которая была представлена в статьях указанных авторов. И значимое место в данной схеме отведено компонентам иммунной системы. Необходимо отметить, что иммунологические реакции на имплантант включают три потенциально больших блоков, можно сказать, компонента. Это клеточные реакции, гуморальные факторы иммунного ответа и отдельно выделяют аллергический компонент. Если глубоко анализировать иммунопатогенез отторжения имплантанта, то очень часто разделить данные три компонента, а тем более отдельно вычленить аллергический, невозможно. Но для получения, освоения фундаментальных знаний, условное деление возможно. Итак, на что же может среагировать иммунитет при имплантации? Конечно же, на сам имплантант, хотя мы будем говорить, что для большинства процентов людей имплантант биоинертен и не вызывает реакции на иммунитет. Обязательно будет иммунная реакция на поврежденную собственную ткань, но важна сила, выраженность данной иммунной реакции, что влияет на исход. Ну и помним, у нас есть прекрасная лекция на канале, посвященная иммунологии кариеса, где мы анализируем спектр микроорганизмов ротовой полости. Если иммунная система при контакте с микроорганизмами, а не в том или ином проценте, попадает в систему кость-имплантант, конечно же, микроорганизмы также вызывают на себя иммунную реакцию. Отчего зависит степень выраженности иммунной реакции при имплантации? Безусловно, техника выполнения. Второй момент – иммунологический статус пациента. Наличие в анамнезе аутоиммунных или ауто воспалительных системных заболеваний, даже не только в анамнезе, а сопровождающих пациента – это хронические заболевания. Локальный иммунологический дисбаланс и, возможно, индивидуальная гипериммунная реакция на металлы, которые используются в стоматологии, то есть аллергия. Поговорим об имплантанте. Данная лекция была впервые мною прочитана в 2011 году. И этот слайд нес четкую информацию, что материалы на основе титана, цирконии, золота, керунговой керамики, стеклоуглерода, никелиды, титана являются полностью биологически инертны и не вызывают на себя иммунный. Но уже в это время было достаточно много статей, которые ставили полную биоинертность данных металлов под вопрос. А следовательно, не все так просто. Хотя, подчеркиваю, в большинстве процентов реальных клинических случаев данные металла не вызывают на себя иммунологический ответ. В первую очередь, несостоятельность имплантанта может проявляться в его легкой подвижности и чувствительности ткани вокруг него за счет иммуноопосредованного повреждения. Вокруг имплантанта. Давайте посмотрим. Вот на эту схему, которая разработана на основе научных данных, автора которых приведены, в частности, данные начиная с 2003 года, заканчивая 2020 годом. Итак, потенциально активация врожденного иммунитета, а мы с вами знаем, что есть две условные линии иммунного реагирования. Врожденный иммунитет, первая линия, и адаптивный иммунитет. Так вот, потенциально активация врожденного иммунитета при проведении дентальной имплантации возможно за счет так называемых дампов или дословный перевод опасность ассоциированных молекулярных паттернов. Это вещества, которые продуцируют поврежденные ткани или компоненты клетки, которые обнажаются при ее повреждении. Мы понимаем, что любая имплантация происходит с повреждением, а значит клетки об этом сигнализируют иммунные системы, призывая ее к защите и к последующему участию в регенерации. Второй момент – пампы или патоген-ассоциированные молекулярные паттерны – это компоненты микроорганизмов, которые проникают. Если вы хотите более подробно разобраться в дампах и пампах, на канале есть лекция, посвященная механизмам врожденного иммунитета. Третий момент, который потенциально может активировать избыточный иммунный ответ – это компоненты имплантационной системы, которые чаще всего бывают гаптенами, сами по себе не способны вызвать иммунный ответ, но, вступая в определенные биохимические реакции в организме или прикрепляясь к белкам организма, как к носителям, становятся иммуногенными. К чему это приводит? В любом случае, даже при правильно выполненных всех процедурах, происходит активация нитрофилов с вторичным синтезом провоспалительных цитокинов, и это защита, но при избыточной стимуляции от микроорганизмов, проникших, при неправильном проведении техники или все-таки гиперчувствительности пациента на компоненты имплантационной системы, формируется Техер-17 зависимый порочный круг с дополнительным привлечением нейтрофилов и с их избыточной реакцией. Плюс в этот момент очень важен баланс между макрофагами первого и второго типа. Напомню вам, что М1 – это макрофаги, которые стимулируют воспалительную реакцию, а М2, наоборот, ее подавляют. Вот баланс соотношения между М1 и М2 макрофагов вокруг имплантанта – это важно. При этом необходимо отметить, что, по крайней мере, в 2003 году уже появилась статья, описывающая, что внутри макрофагов, ассоциированных с имплантантом, обнаружены металличные частицы титана в цитоплазме в месте образования груляционной ткани. Это очень важный момент, который подтвердил и публикации более раннего периода, и поставил задачу, что актуально изучать этот вопрос. Не забываем и про активацию тучных клеток, особенно в аспекте индивидуальной гиперчувствительности у пациента на компоненты имплантационной системы. К чему это приведет, если будет избыточное проникновение микроорганизмов и не начнет формироваться условная иммунологическая толерантность с доминированием Т-регуляторов и синтезом противовоспалительных цитокинов? Будет прогрессирование и хронизация воспалительной реакции с повышением риска аутоиммунных процессов, которые приведут к повреждению ткани вокруг имплантанта, его подвижности и на фоне дисбаланса процесса остеоинтеграции. На что еще хочу сакцентировать ваше внимание и повторить. Определенная иммунная реакция вокруг имплантанта – это норма, так как иммунные клетки, в том числе и врожденного иммунитета, участвуют в процессах остеоинтеграции и определяют синтез цитокинов, регулирующих объединение имплантанта и костной ткани. Но при определенных факторах избыточного необоснованного повреждения, площади повреждения, проникновении избыточного количества микроорганизмов и индивидуальной непрепереносимости компонентов имплантанта системы возможно гипериммунная реакция. И это уже плохо. Чем может проявляться? На первой стадии это мукозит. Мукозит – это воспаление слизистой в области зубного плантанта без признаков утраты кости. Это клинические признаки, аналогичные проявлениям гингивита. Обратимый процесс абсолютно нормальный, если возникает на фоне имплантации. Другой момент – переимплантит. Переимплантит – это воспалительное заболевание мягких тканей в области имплантанта. Важный момент – сопровождающийся резорбцией утраты кости. Клинические признаки, аналогичные проявлениям парадонтита. Техиолтор-17 – зависимый процесс. И у нас на канале есть отдельная лекция по иммунопатогенезу парадонтитов. Она объединена с кариесом. Ее тоже можно посмотреть. Давайте поглубже проанализируем взаимодействие между иммунными клетками и цитокинами в здоровом и переимплантитном участке. Вот здоровая ситуация. Вот ткань вокруг имплантанта. Минимальный уровень интерлекина – один. Сохранена костная ткань. А вот мы с вами видим участок переимплантита. Он увеличен. Чем характеризуется? Повышение количества макрофагов первого типа с компонентами титана. Повышенный уровень интерлекина-1 и бета, и альфа плюс фактора некроза опухоли. И нарушение баланса между остеокластами и остеобластами. Вот оно. Как результат, пациент теряет костную ткань, она не восстанавливается, не идет адекватная остеоинтеграция. Какие провоспалительные цитокины по литературным данным обозначены как потенциальные маркеры в клинической практике? Интерлекин-1-бета. Очень много публикаций по этому поводу. Я привела одну из них, где указана корреляция между уровнем интерлекина-1 и дисфункцией дентальных имплантантов. Более того, в этой статье интерлекин-1-бета выносится как решающий фактор для дифференциации здоровых имплантантов и переимплантита друг от друга на начальных стадиях. Хочется сказать, что, конечно же, уровень цитокинов в этой ситуации определяется в жидкости десневой бразд. Второй цитокин, фактор некроза опухоли, ассоциирован, его повышение ассоциировано с непосредственным усилением активации предшественника остеокваста в костном мозге, а костно путем воздействия на систему остеопротегирина. Интерлекин-8. Фактор, который участвует в привлечении нитрофилов в очаг. И было отмечено, что здоровые пациенты имеют значительно меньшее количество интерлекина-8 в жидкости десневой борозды при сравнении с группами примукозитов. А теперь немного про аллергию на титан. Я подчеркнула вначале, что титан – один из тех металлов, которые, если и вызывают реакцию, то у небольшого процента пациентов. Но есть данные, и они опубликованы были уже не раз. Я привела ссылку на одну из статей, из которых взята данная фотография. Что все же титан способен вызывать аллергическую реакцию. В небольшом проценте случаев первого типа – это иммуноглобулин и зависимая реакция, но чаще всего гиперчувствительный замедленного типа. Это четвертый тип аллергической реакции. Его можно назвать «Т-хелпер-1-зависимый тип» с гиперактивацией макрофагов. Вот снова появляются макрофаги, их гиперактивность. И мы видим, каким последствиям в отношении имплантанта данная реакция приводит. Встает вопрос по поводу диагностических тестов для выявления аллергии на металлы. По этому поводу у нас будет отдельная лекция. Просто обозначу, что тесты можно проводить как ин-виво, так и ин-витро. Кожно-аллергические тесты и их модификация при работе со слизистыми возможно. Определение иммуноглобулина и возможно, но подчеркиваю, что значим чаще всего в патогенезе четвертый тип аллергической реакции. По этой причине реакция была с трансформацией лимфоцитов, а вот представлена ее модификация, используется чаще, если мы говорим о тестах ин-витро. На что хочу обратить ваше внимание, что пациент может быть сенсибилизирован к диоксиду и нитриду титана за счет пищевых красителей, компонентов зубной пасты, оболочке лекарственных средств. И очень часто, обнаруживая у него те или иные доказательства гиперчувствительности, это не всегда связано с титаном и его соединениями из имплантационной системы. Известно, что очень многие хорошие зубные пасты содержат соединения титана. Почему важно об этом помнить? Чтобы не было гипердиагностики и иногда изменения зубной пасты, отказ от определенных жевательных резинок может убрать симптомы, и они не напрямую будут связаны с имплантационной системой. Это очень важно. Если суммировать все вышесказанное, то отторжение дентального имплантанта может быть связано с аллергической реакцией, гиперчувствительностью 4 типа, замедленный тип аллергической реакции, гуморальные факторы, доминирование провоспалительных цитокинов над противовоспалительными, а также присутствие в большем проценте М2-макрофагов, то есть нарушенный баланс между М1 и М2-макрофагами и нейтрофилами. Еще раз повторюсь, одним из значимых факторов, вызывающих отторжение имплантантов, является иммунологически опосредованное отторжение. Этот обзор показал, что иммунные клетки, особенно макрофаги, нейтрофилы и дендритные клетки, о которых я говорила чуть меньше, но это значимые грабки, определяют неудачу при имплантации. Кроме того, провоспалительные цитокины рядом исследователи предлагаются в качестве диагностических факторов в соответствии с их более высоким уровнем при отторжении зубных имплантантов. И, наконец, следует оценивать риск аллергической реакции пациента на титаны и его соединения, чтобы увеличить вероятность успеха. Разговор про иммунологические аспекты имплантации большой. Я подчеркну, что эта лекция создана для первознакомства студентов, медиков, стоматологов с проблемой. И более глубокое обсуждение с анализом огромного количества источников, наверное, будет проведено в следующей лекции, которую мы запишем более развернуто. Плюс в описании к данной презентации будут ссылки на те источники, которые также приведены на наших слайдах. Взглядов много, данных научных много. Что бесспорно, стоматолог должен оценивать иммунологические риски при имплантации. Это значимо для благополучия пациента и, конечно же, для уровня профессиональной подготовки врача. Продолжение следует... Продолжение следует...